Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, недельная глава «Шлах». Уникальная недельная глава, потому что в ней изучается, я повторю слово, изучается и рассматривается со всех сторон потрясающее качество. Это жалобы и неблагодарность. Люди вообще проявляют часто эти два качества, несмотря ни на что, но апогеи они достигли именно в этой недельной главе. Написано, что вообще, где первый раз сталкиваешься ты в Торе с каким-то явлением, там его корни. Вот пик всего, безусловно, это были разведчики, которые привел Бог к земле Израиля, текущего молоком и медом. Они гроздь одну винограду несли вчетвером, и вот потом все рассказали в отрицательном плане. Но начиналось не с этого. Если вы вспомните, где первый раз начались жалобы, это связано с нашим праотцом Яковом. Когда Яков пришел к фараону, фараон при встрече с старцем посмотрел на него и вдруг задает ему вопрос, а сколько же тебе лет? И тот отвечает, столько-то мне лет, но я жил меньше, чем мои предки, и очень тяжелая и сложная была у меня жизнь. Тридцать три слова сказал Яков фараону, точнее диалог Якова и фараона был. Тридцать три слова. Написано, что тридцать три года жизни были отняты у Якова за эти слова. Есть, кстати, второй нюанс. Сам Яков сказал двадцать семь, по-моему, или двадцать шесть, а остальные сказал фараон. Почему тогда засчитывается все? Я уже объяснял это когда-то. Дело все очень просто. Дело в том, что фараон, увидев выражение лица Якова, понял, что что-то тут не то, и он был с таким кислым выражением лица и жаловался еще и лицом, что он задал ему вопрос. Обычно не такой, как при встрече спрашивают, как дорога, как дела. Он спросил, слушай, а сколько тебе лет? Поэтому, когда человек с кислой мордой лица стоит там или вообще в жизни, чтобы он знал, что он совершает большую ошибку. Вообще существует такой эффект куклы. Знаете, если в детстве была одна кукла, всегда помнишь ее и все. А если у тебя было все, то все игрушки как бы растворяются. И, так сказать, неблагодарность – это такая вещь, с которой надо учиться бороться. Жалобы, они не просто вредны, они уничтожают все. Знаете, один человек пришел к раввину, говорит, Рэба, у меня нет ни семьи, ни денег, ничего. Тот говорит, слушай, а покопайся в том, что у тебя нет еще. Например, у тебя нет смертельной болезни, или, например, у тебя нет огромных долгов, или еще что-то. Вот почему вы никогда не копаетесь в этом? Я расскажу короткую притчу. Однажды молодой человек пришел к раввину и говорит, Рэба, я не знаю, что делать, у меня все так печально, денег нет, работы нет, друзья разъехались, девушка взаимностью не отвечает. Я плохо живу. И раввин ему говорит, никогда не жалуйся на то, что ты плохо живешь. Представляешь, в это время Бог обратит на тебя внимание. Он не примет твои жалобы, а захочет показать тебе, что значит жить плохо. Он скажет так, вот это вот плохо, сейчас я тебе покажу, что такое плохо. Что такое плохая жизнь. И даст тебе жизнь хуже, чем она у тебя есть. А что же мне делать, Рэба спросил? А ты всегда говоришь, что хорошо. И что тогда, спрашивает он его. Он говорит, послушай, Бог посмотрит и скажет, слушай, эх, ты еще не знаешь, что такое хорошая жизнь, ты ее не видел. И даст тебе жизнь намного лучше, чем сейчас. Эта притча отражает очень серьезный психологический настрой, какой должен быть у человека. Ты ничего не добьешься, сказано человеку, жалобами и нытьем. Жалобами и негативом человек только сам себя разъедает, сам у себя забирает силы. Нам нужна вера в то, что все наладится, все поправится. И это не какая-то отчаянная надежда, что прямо завтра произойдет чудо. Это именно спокойная вера, что все складывается наилучшим образом. И если мы этого сейчас не видим, потому что у нас не такое уж хорошее зрение. А тот, кто недоволен, все будет еще хуже, к сожалению, в Кабале сказано. У того, кто умеет ценить и благодарить, дело поправится обязательно. В любые периоды жизни, но на любом этапе, важно практиковать что? Благодарность, спасибо, скажи спасибо. Даже если сейчас все не очень, то это не конец. Надо это помнить, сказали мудрецы. Будет продолжение, будет новый поворот. Надо с оптимизмом, с верой в лучшее, с благодарностью. Идти вперед, это будет, во-первых, легче, а во-вторых, правильнее. Брахавы от слаха. Брахавы от слаха.